Привет! С тобой Игромания, свежие новости All In, в эфире я, Даша Бунтина, и сегодня ты узнаешь, как обзоры Star Wars Outlaws возмутили геймеров, что думают критики о ремейке Metal Gear Solid Snake Eater, чего ждать от продолжения Lies of P, как Bloodborne стал доступен на компьютерах и в какие новинки можно поиграть уже сегодня. Подпишись на канал, поставь лайк и поделись роликом с друзьями. А мы начинаем! Star Wars Outlaws заработала 77 баллов на OpenCritic. Несмотря на это, новинку встретили без энтузиазма. Журналисты отругали геймплей, назвав его монотонным и быстро надоедающим. Не впечатляют ни наземные, ни космические сражения. Некоторые планеты скучные, а система репутации как будто не доделана. Поначалу синдикаты кажутся важными, но по мере развития сюжета они отходят на второй план. Часть критиков похвалила историю и персонажей. Наемницу Кей Вес назвали образцовым протагонистом Звездных войн. Хотя и тут нашлись несогласные. По их мнению, сюжет блеклый, а ключевые герои неинтересные. В любом случае, многие обозреватели пришли к выводу, что Star Wars Outlaws — это безопасная и безидейная игра. К тому же сейчас она забагована, как прошлогодняя Redfall. Но откуда у нее такой большой рейтинг? Игроки заподозрили критиков и блогеров в нечестных отзывах. Якобы они специально не разгромили Star Wars Outlaws, хотя к недавней Black Myth Vukong придирались по любому поводу. А что ты думаешь об этом, обязательно напиши в комментариях, тема реально интересная. Очень интригует, что критики единогласно похвалили ремейк Metal Gear Solid 3. Согласно превью, новая версия Snake Eater очень похожа на оригинал. Разработчики осовременили игровой процесс и графику, сохранив нетронутым все остальное. Например, сюжет вообще не изменился. И даже локации остались старыми. В игре нет открытого мира, она поделена на зоны, между которыми есть загрузочные экраны. Продюсер ремейка заявил, что у его команды нет планов по замене Хидео Кодзимы. Хоть геймдизайнер больше не причастен к франшизе, его идеи и труды все еще заслуживают уважения. Разработчики стараются сохранить его работу, но при этом добавить что-то свое. И надо признать, что перед студией стоит непростая задача. С одной стороны, нужно угодить фанатам серии, а с другой — необходимо привлечь новую аудиторию. К слову, у игры все еще нет даты выхода. Ее должны назвать до конца года. Мы почти навсегда потеряли огромное количество игр. Исследователи обнаружили, что на рынке США больше не найти множество классических приключений. И в этом виноваты не только жадные издатели, но и Steam от всеми любимого Гейба Ньюэла. Что нас ждет, какие игры не вернуть и как с этим бороться, мы разобрали в наших видеоэссе. А совсем недавно вспомнили сразу несколько известных игр, недоступных в цифровых магазинах. Ссылка на ролики в описании. Но под угрозой не только игры, но и вся геймерская культура. Цифровые ключи активно замещают диски, которыми мы пользовались годами. Магазин IGM GG намерен сохранить это наследие с помощью нового аромодиффузора. Он пахнет как та самая коробочка с играми. Это практически геймерский teen spirit. Аромат игровой молодости вернули с помощью сочетания уда, почули, кожи, миры и двух видов перца. Как мне кажется, найти такое комбо было непросто. И это отличный пример того, как настоящие геймеры делают для индустрии ее истории больше, чем крупные компании. Началась работа над Lies of P2. Студия разработчиков ищет новых сотрудников, знакомых с движком Unreal Engine 5. Из вакансий следует, что для продолжения готовят большой открытый мир. По мнению фанатов, на сиквел могла повлиять Elden Ring. Во-первых, это игры одного жанра. Во-вторых, студия From Software до сих пор вдохновляет разработчиков по всему миру. И в-третьих, ее последнее творение выделяется просторными локациями. Кстати, планы на сиквел Lies of P2 были уже давно. Игра получила хорошие отзывы как от критиков, так и геймеров. К тому же у нее отличные продажи. Прямо сейчас разработчики заняты крупным DLC, которое должно выйти в этом году. Подробностей до сих пор нет. Зато имеется два концепт-арта с кораблем и таинственной лабораторией. По словам авторов, это лишь малая часть от запланированного контента. Steam Deck, флагманские гаджеты, игровые консоли и ноутбуки. Это и многое другое входит в богатый ассортимент с Deck Shopping. Эта платформа открыла для россиян топовый ассортимент мировых брендов. За пару нажатий можно обновить гардероб и даже предзаказать 16-й iPhone, будто сам слетал за границу. И никаких проблем, сервис принимает карты российских банков и доставляет товары прямо до двери. Экономим время и деньги. Переходи по ссылке в описании и изучай каталог с Deck Shopping уже сейчас. Теперь Bloodborne можно проходить на ПК. Больше девяти лет этот Souls-like находился в заложниках четвертой PlayStation. Разработчики из FromSoftware говорили, что хотели бы увидеть игру на компьютерах, но решение в этом вопросе принимает Sony. И пока компания молчит, энтузиасты взяли дело в свои руки. Всего за несколько недель им удалось собрать рабочую версию на эмуляторе. Недавно модеры могли показать разве что скриншоты из меню и стартовых уровней, на которых было много ошибок и артефактов. А сегодня авторы делятся роликами с работающей игрой. Ее запустили с технологией трассировки пути без ограничения FPS, отключив размытие движения и эффект хроматической аберрации. В среднем экшен выдавал больше 30 кадров в секунду. Тем не менее, энтузиасты пока не знают, когда игру можно будет пройти без проблем. Впереди еще много работы, надо улучшить звук, анимации и другие элементы. Игровая индустрия может сосредоточиться на портативных консолях. Журналист Том Хендерсон заявил, что на прошедшем Gamescom было много разговоров на эту тему. По его мнению, в будущем на рынке появится больше карманных гаджетов. Некоторые будут совершенно новыми, другие — улучшениями старых. Одним из производителей может стать Sony, которая довольна успехами PlayStation Portal. Но сейчас компания активно работает над PS5 Pro. Журналист и инсайдер Джефф Граб заявил, что консоль выпустят до конца года, а в сентябре проведут шоу State of Play. Возможно, именно в этом ивенте покажут обновленную приставку. Блиц новости откроет Skywind. Модеры опубликовали два часа геймплея неофициального ремейка The Elder Scrolls Morrowind. Благодаря движку от Skyrim они обещают расширенные локации, улучшенный игровой процесс и более развитую систему магии. К сожалению, у игры нет даты выхода. Энтузиаст работает над проектом уже 12 лет. Разработчик-одиночка показал игру The Next World. Киберпанк Экшен расскажет о программисте, который случайно обнаружил заговор корпораций. Игроков ждут перестрелки и погони на улицах высокоразвитого Лос-Анджелеса. Приключение должно скоро появиться на компьютерах и консолях. PlayStation Store заметили дату LEGO Horizon Adventure. Новые приключения Элой и ее друзей могут выйти 14 ноября. Релиз ожидается на PS5, ПК и Nintendo Switch. All Cat Games показала трейлер Shadow of the Road. Компания работает над игрой в качестве издателя. Нас ждет пошаговая РПГ о феодальной Японии, в которой столкнулись магия и технологии стимпанка. У приключения пока нет даты выхода, зато есть страница в Steam. Сегодняшний вечер поможет скрасить демо The Casting of Frank Stone. Игроков ждет пролог, в котором надо найти улики на заброшенном сталелитейном заводе. Но есть проблема — спин-офф Dead by Daylight нельзя скачать из России. Если будете играть в Concorde, то готовьтесь к проблемам. Новый сетевой шутер не привлек даже тысячу человек в Steam. Из-за этого некоторые геймеры ищут матч по 15 минут. Игроки призвали сделать новинку условно-бесплатной, а еще отказаться от привязки к сервису PSN, который не работает в некоторых странах. Любители ММО могут засесть в World of Warcraft The War Vizin. Компания Blizzard наконец-то запустила первую главу саги о душе мира. Однако разработчики уже расстроили игроков. Дополнение недоступно пользователям из России, а владельцы премиального издания получили ранний доступ. Благодаря этому они смогли прокачать героев в максимум до глобального старта. Еще вечер можно провести за новой презентацией Nintendo. Сегодня в пять вечера по Москве компания расскажет об играх студии партнеров. Многие геймеры хотят услышать хоть что-то новое о Hollow Knight Silk Song. Но одно можно сказать точно. На этом ивенте не будет новостей о следующем поколении Nintendo Switch. И на этом все. Я попрошу вас поддержать канал лайком, подпиской, комментарием и увидимся завтра. Пока-пока!